Человека как некий феномен, в том числе культурологический. И очень много посвятил, в том числе, эзотерическим традициям. На сегодняшний день он, наверное, один из самых крупных, если не самый крупный, то один из самых крупных знатоков Исихазма, в частности. Его друг три года провел в монастыре Ринзай в Японии. Они изучают дзен, практикуют дзен. Он с ним годовой семинар провел под дзен вместе. То есть он и в дзен достаточно глубоко и хорошо ориентируется. Его приглашают уже несколько раз. Он ездил в Китай, читал в циклы лекций. И даосские мастера сегодняшние, мудрейшие, старейшие даосы признали, что он несет дао идеально. В разных традициях очень глубоко сечет дядечка. Но он изучает традиции не для того, чтобы накопить представление о том, как эти знания отрефлексированы человеком, как они осили в культуре человека, а с тем, чтобы породить некий новый взгляд на будущее человека и человечества. И в частности, значит, одна из его тем – это постчеловек. То есть то человек, который будет после человека. Что он будет себя представлять. Сейчас вот в частности одна из статьи его, вот на столе лежит 12 страниц, посвящена этой теме. Она толкнула меня на размышления, потому что мне показалось, что в этой статье он попытался охватить все возможные варианты развития человека за пределы человека. Но те варианты, которые он указал, на мой взгляд, далеко не охватывают те возможности, которые человеку предстоят. И вот я хотел с вами это дело рассмотреть еще раз внимательно. Вдруг я ошибаюсь. И вдруг и он ошибается. Вдруг мы вместе сможем найти что-то интересное в этом. И другая статья, как раз вот почему так звучит. Потому что другая статья, его исследование о границе, границе человеческого. Что это такое за феномен границы? Есть ли граница? Если есть, то как и чем она может быть обозначена, прочувствована, воспринята. И именно наличие какой-либо границы позволяет рассуждать о постчеловеке. О человеке, который перейдет эту границу. Если границы как бы нет, мы ее не сможем обнаружить, то и говорить о постчеловеке, в общем-то, не приходится. И вот эти два феномена я как бы соединил в одну тему. И она для меня на сегодняшний день актуальна. Послушав еще Олега Генисарецкого с его представлениями о возможных вариантах восприятия времени. Мы недавно были в среду в институте философии. Слушали тоже. Это ведущий философ России на сегодняшний день. Один из ведущих философов. Очень интересно. Это толкнуло мою мысль. Вот это актуальность. Я хотел бы ее на клубе сегодня как-то поднять. А ты, Сашка, зачем припять?